Время, которое мы сделали, не важно. Что важно, то, что для них правильность была сделана. Видите, правильный мир, как правильный мир. В данный момент это художественное висловливание в галузе кинематографа на тему Чорнобиля. Потому что оно просто великое в часе. Потому что оно использует доминующий культурный формат. Это сериал. Плюс также в том, что он создал, я бы сказал, небаченную хвилю интереса до Чорнобиля. Взагалі Чорнобиль сейчас, это проблема уже не радіаційная. Сейчас Чорнобиль, это проблема информационная. Это проблема вкоринения разных неверных мифов в массовой культуре. Спотворения, спекуляции, корыслових интересов и все. И поэтому нужно, я бы еще назвал, информационным забруднением. И нужно информационная дезактивация. И эту информационную дезактивацию можно сделать только информационной, если так можно сказать, атомной бомбой, позитивной, которая просто внесет все эти мифы. Так, вот этот сериал, он стал атомной бомбой, но, я тут перехожу до его слабких старин, он, на жаль, концептуально, он, по сути, повторяет ті мифы, ті легенды и все эти, ну, незаслуженно травматичные, неправильные, спотворенные травматичные стороны Чорнобиля, которые бы побудовали до этого. Он основан на двоих неверных концепциях. Первый, это, так бы мы говорим, формально. Радянские люди в нем изображаются так, ну, и Радянский Союз, в великой мере, как его изображали в голливудских фильмах, в часах холодной войны, там, особенно в начале, значит, 50-ти, там, вибуху, Алексея Преуса, колишнего, ну, он тогда был секретарем парткома, но это, по сути, другая людина, после директора, ну, поряд с директором на Чорнобильской АЭС, он, до речи, Сергей Константинович Парашин, он сам фаховый инженер-ядерник. И они просто прокоментировали это, и они сказали, что все было совсем не так, что стиль отношений был другой, что там не было боягузов, что драматизм заключается в том, что эти профессионалы найвищой якости, они не понимали, что произошло несколько годин, им приходили и сказали, что реактора нет, они не верили, потому что этому не учили, а больше того, что выбухнуть это не может. Ну, и так далее. Воно набагато все это цикавише, но там, вот эта карикатурщина, ну, еще один приклад я скрываю на виду, когда взлетят в вертолет, значит, и голова урядовой комиссии, каже, ну, в основном, единому такому, на тот же момент, человеку-фахову, академию, тоже члену урядовой комиссии, объясни мне, как працюет ядерный реактор, а то я сейчас скажу солдату, и он тебя выкину из вертолета. Ну, если бы это была комедия, это было окей, но это просто, и там масса такого, хотя материальное средовище, они бы оттворили, ну, доброе. И, вот, наиглавное, я закинчу на этом, они выкорвали, ну, застарелую модель Чорнобиля, вот, как подъехи. Мы встречались с паном Сергеем, буквально пару тижнів, мабуть, назад, да, и мы обговорювали эту тему в связи с выходом книги пана Сергея, и, как-то, я думаю, что сейчас пан Сергея погодится со мной, подтвердится. Мы, как-то, прийшли в цьому диалоге до такой думки, что саме сейчас отбывается изменя, ну, цей дискурсу, парадигмы, точки зрения Чорнобиль, как только и исключительно над трагедией, часто безпросветной, на точку зору Чорнобиль, как перемога, важкую перемогу, дорогу перемогу, но цинную, необходимую, яка мала поряд із зрозумілими, часто очень перебольшеними, негативными наслідками, целый ряд наслідков позитивных, на которые уже нужно обратить внимание, и нужно подавать, позиционировать нас, украинцев, заслуженных, как нациям, чем победителям Чорнобиля. Людей, которые поделали эту аварию, которые продолжают давать, которые учились сами, и сейчас учатся другие нации, на сразок японцев. Вот почему мы еще можем научить японцев, как правильно, эффективно это делать.